Цены на газ в Европе упали до годового минимума. Вчера вечером котировки падали ниже уровня 750 долларов за тысячу кубометров. Сегодня торгуются в границах 760 долларов, что и так весьма дешево. Москва, шантажировавшая введенный против нее санкций Запад, просчиталась. По крайней мере, в этом сезоне в Европе не будет газового голода. Газ не слишком нужен, только пока тепло и ветрено, или перестает быть основным источником энергии. На этот вопрос Юлия Чельпук искала ответ. Рекордно высокие для зимы температуры привели к снижению спроса на голубое топливо и, соответственно, снизили его цену. В Литве, Польше, Германии в последние дни года столбики термометров поднимались даже до 12 градусов. Означает ли это, что погода спасла европейцев от замерзания, которое им пророчили россияне? Какая бы ни была зима до конца ее, все уже ясно, что в хранилищах этого газа, который есть в Евросоюзе, хватит до конца зимы. Значит, нет такой нервозности, что кто-то остановится, какие-то фабрики. Так значит, не надо делать закупки этих фьючерсов на большие цены. Фьючерсы — это контракты на будущее, например, на февраль или март. В Европе на вечерних торгах они продолжили падение, потеряв еще 10% и теперь торгуются примерно по 760 долларов за тысячу кубометров. Русскоязычных трейдеров с международной платформы Investing.com беспокоят не только финансовые потери. Сегодня Европа как накупит по дешевке. Звездно-полосатые только и будут успевать газовозы грузить. Вот как Европа замерзает. Как бы у загнивающего Запада газ не стал дешевле нашего. Газ падает каждый день. Это нормально? Коррекция должна же быть. Если бы зима надолго ушла в стабильный минус, мы бы наблюдали небольшой рост цены на природный газ, считают эксперты Белсата. Поскольку еще в декабре ушедшего года Европа закупила рекордный кубометраж газа и пополнила подземные хранилища до объема 90 миллиардов 200 миллионов кубометров. Хранилища заполнены на 83%, что значительно больше, чем в среднем за последние пять лет. Слушай, Европе не выбирать сейчас. Ёлка, березка. Главное, чтобы тепло было. Даже пропагандисты отложили топоры, так как очевидно, что по крайней мере в этом сезоне Евросоюз не станет просить дров у Лукашенко. Даже финансовым спекулянтам, которые играют на европейских газовых хабах, стало ясно. Дальше что-то получить, используя информационные поводы, которые дает Российская Федерация, невозможно. То есть уже стало всем ясно, энергетический шантаж не удался. Рынок не отреагировал Россом на заявление главы российского Газпрома Алексея Миллера, назвавшего накануне невозможным на данный момент ремонт на поврежденных в результате акта международного терроризма газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Европейский Союз и Германия должны дать четкий, ясный политический ответ о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы эти нитки были восстановлены и дали гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток. Но только после решения одним пакетом санкционных экономических и юридических вопросов настаивает Москва. Западная Европа на это не пойдет, следует со слов аналитика Геннадия Рябцева. За последние пять лет... Доля среднесрочных и долгосрочных контрактов сократилась с 75 до 25 процентов. Во-вторых, значительно возросли поставки сжиженного природного газа. Доля Российской Федерации, которая составляла примерно в импорте порядка 45 процентов, она сократилась до 6. Объединенная Европа также ускорила программу перехода на возобновляемые источники энергии, которые не оставляют токсичных и парниковых газов. К примеру, в Литве... Есть инвеститоры, которые хотят инвестировать больше, чем 4 миллиарда евро в солнечные станции. Это очень много для Литвы. Это значит, что через 3-4 года, каждый день, когда светит солнце, Литва будет изготавливать больше, чем потребляет. То же самое с использованием энергии ветра. До полномасштабных военных действий России в Украине Евросоюз планировал отказаться от использования природного газа до 2030 года. Теперь в планах отказ от российского газа раньше, чем в 2025 году. И без потерь для европейской энергетической отрасли.